Вот какие вы можете вспомнить суперстимулы, а? Есть вот какие-то суперстимулы в нашей жизни? Ну да, конечно же, жена сразу про еду вспомнила, да? Еда, современная еда. Вы знаете, вот раньше в природе, ну, что можно было найти сладкого? Да сладкого было очень мало. Ну, фрукты, овощи, да? Ну, если кто-то мед найдет, соты, да? Сладкая. Но человечество научилось выделять сахар. Экстракт сладкого, сладкое и сладкое. И теперь этот экстракт, этот сахар, сахарозу пихают во все продукты. И об этом сегодня все больше говорят, что человечество превратилось в сахарных наркоманов. Мы, вот почему привлекательны так всякие вот эти сладкие напитки? Ведь диетологи, врачи говорят, ничего вреднее, чем сладкие напитки нет. Нет, это просто вот гадость из гадости, которая разрушает наше тело, делает нас наркоманами сахара, наркоманами от сладкого. Потому что когда человек кушает сладкое, ему хочется еще, 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 еще. Там глюкоза повышается, вот этот сахар в крови повышается, а потом быстро падает. И тебе надо еще. И люди хотят еще сладкого. Еще, а пироженку, а мороженку. А это, и вот пока человек вот эти вот бутылку, где-нибудь там несколько литров не выдает, он же не успокоится. Почему? Да потому что там находятся суперстимулы. Люди уже не хотят там ни воду, ни какую-то минералку, как-то чай тоже надо. Особенно дети, которые вообще не умеют противостоять, да, этим суперстимулам. Они хотят, едем с сыном, папа, купи кока-колу, папа, купи там эти. Современные соки это такие же, просто без пузыриков. Те же самые химические напитки, напичканные всевозможным сахаром. И тянутся, тянутся, и поднимаются на короткое время настроение. А потом ученые говорят, депрессией наступает. Потому что когда действие наркотика кончается у человека, все, опустошение, депрессия, плохое настроение, ему ничего не хочется. И вот так действует эта сахарная наркомана, не говоря уже о всевозможных там чипсах, где эти все усилители вкуса. Это же специальные вещества, никогда в природе их не было. А теперь научились, эти усилители вкуса, их пихают в разные продукты, в сухарики, в чипсы. И сегодня люди хотят, я уж не говорю про детей, хочется, потому что от обычной пищи ты никогда такое не получишь. Вот это усиление вкуса. И вроде бы понимаешь, что это не полезно, это эти вредные вещи. Но от этого усиления хочется, хочется, хочется есть больше. Хочется, пока там пачку с чипсами не закончил, не можешь. Сидишь там, смотришь, и кушаешь, кушаешь, кушаешь. После этого обычная еда кажется уже невкусной. Она же обычная. А тут все усиленное. Супер стимул. Еда супер стимул. Поэтому такая популярность у фастфуда. И сколько бы врачи не говорили, насколько это все вредно. Эти все трансжиры, но там вот эти усилители вкуса. И люди буквально подсаживаются, и они хотят это есть. Каждый день. Постоянно. Каждый день. Постоянно. Это одна из проблем в нашей жизни, да, когда уже сегодня людей с лишним весом, с ожирением, уже больше, чем те, кто там не доедает и голодает. Это же безумие. Где-то люди не доедают, голодают, а где-то люди просто не могут избавиться от лишних килограммов, потому что не могут остановиться. Еда, она словно обманула нас, обманула наши рецепторы, стала для нас вот этим супер стимулом, который уже не просто питает нас, а разрушает нас, вредит нам, да. Точно так же мы видим супер стимулы во внешней привлекательности. Ну, как бы изначально вот в нас заложено, когда мы смотрим на ребенка, а чем характерен ребенок? Это вот большие глаза, да, вот эти большие глазки, вот это вот все, да. И хочется, ой, ты маленький, ой, тю-тю, какой-то, ой, тю-тю, какой-то, ручки маленькие, глазки большие. И вот сейчас эта культура, когда вот искусство, аниме, да, вот это вот большие, очень удивительно, что популярно вот в Японии и везде, да, где глаза не самые большие, да, вот такие же глаза, чтобы такое возникло, о, какие глазки, какие это, какое это. И тут же мы видим наше время развития косметологических всевозможных операций, когда все пытаются, это же, ну, ну не просто грудь, а супер-грудь, супер-стимул, не просто, извините, попа, но супер-попа, да, не просто губы, а. Я хотел взять рисунки, но потом думаю, не буду я. Вы можете выйти на улицу и увидеть вот эти, когда губы, которые уже от носа начинаются и кончаются на подворотке. Потому что вроде бы губы, это что-то такое чувствительное, но нужно так все надуть, так все раздуть, так все накачать, и ты вроде бы умом понимаешь, но это просто силикон, да, это просто, это просто, ну, безумие, когда мы под кожу себе там что-то вкалываем, накалываем, закалываем, вкачиваем, заканчиваем, ну, чтобы уж были такие супер-стимулы, да, какие-то супер-стимулы. Если раньше пытались супер-стимулами делать, ну, косметика, это же тоже так, вот, увеличить глаза, да, чтобы все было видно, там, волосы были, чтобы супер-стимул, чтобы ярко было, чтобы так контрастно было, чтобы издалека было видно, о, волосатые, да, сразу пышная, значит, прическа есть, здоровая, наверное, да, то теперь это, конечно, все достигло уже таких, таких размеров, когда бывают, особенно эти люди, которые там где-то выступают на сценах, там, показывают их по телевидению, такая просто выставка достижений косметологической хирургии какой-то, да, все уже не настоящие, когда уже сейчас накачивают какие-то мышцы, и все понимают, что эти мышцы, они бесполезные, то есть от этих мышц пользы нет, ну, там шприцами вкалывают, что-то такое, вот, супер-стимул, да, вот эти супер-мужики, супер-женщины, все сделано для чего? А именно вот это воздействие, вот воздействие, воздействие на нас, да, и это мы видим во всем, когда сегодня все заполнено супер-стимулами, такими сильными воздействиями, фильмы супер-супер-воздействием, да, передачи супер-воздействием, там, ролики телевизионные супер-воздействием, да, поэтому сегодня настолько молодежь уже, дети, они привыкли к этим супер-стимулам, они старые мультики, старые фильмы смотреть не могут. Они говорят, это что такое? Это что такое? Они говорят пять минут? Пять минут? Они просто друг с другом говорят. Им неинтересно, скучно, потому что за пять минут там Вселенную можно разрушить и спасти. Сегодня. Такие-то стимулы. И это, знаете, как-то все равно, что вот если чем-то сильным прижечь, потом уже часто не реагируют на какие-то нежные прикосновения. Точно так же сегодня настолько воздействие стало грубым, настолько воздействие сегодня стало вот таким суперстимулирующим. Люди перестали ощущать тонкие вещи, нежные вещи, какие-то нюансы, какие-то детали. Суперстимулы, они не только меняют, они наши души меняют. Они наш внутренний мир наш точно так же меняют. Суперстимулы, чтобы взять нас, чтобы контролировать нас. Современные соцсети, когда ты понимаешь, есть там интересные книги, но они же тяжелые, они же сложные. Ведь мы умом понимаем, все стоящее, оно не простое. Самые интересные фильмы, они не простые. Самые важные книги, они тоже сложные. потому что необходимо словно их преодолеть. И когда ты их преодолеваешь, происходит рост, происходит развитие. Мы умом это понимаем. Это на самом деле сложные вещи. Библия, это ведь тоже сложная книга. Ее приходится изучать, исследовать. Бывает, читаешь, ничего не понимаешь. Ничего не понимаешь. Но именно когда ты все равно прикладываешь усилия, тебе трудно, но ты прикладываешь усилия, не просто. Ты изучаешь. Все это приносит свои плоды. А легкие, легкое чтиво, легкие книжки, легкие книги, они, как правило, знаешь, они легко смотрятся и потом быстро забываются. Никакого воздействия не оказывают. Мы это понимаем. Но все равно, вот думаешь, ну ладно, я потом почитаю. А тут сейчас вот я ленту посмотрю там у себя в соцсетях. А там уже тебя сканируют. На чего? На что ты думаешь? А именно на суперстимулы. Когда уже там все эти искусственные интеллекты, сейчас всевозможные программы, которые в этих соцсетях, они обращают внимание, на каких картинках ты дольше останавливаешься. Какие тексты, какого содержания ты дольше читаешь, или ты быстро прокручиваешь, или ты остановился. И потом незаметно тебе начинают это подсовывать в новых постах, в новых рекламах, в новых картинках. Некоторые говорят, меня соцсети как будто подслушивают. Они не столько подслушивают, сколько обращают внимание, как долго ты что-то смотришь. Смотришь там часто вот на суперстимулы, оно и подсовывает тебе эти суперстимулы. Думаешь, что-то мне подсовывает это, откуда оно, оно знает, что мне там надо. Но оно обращает это внимание. Цель одна. Одна. Чтобы как можно дольше тебя удержать. И на самом деле мы словно дорогие на это подсаживаемся. Вот эти суперстимулы. Когда мы говорим уже о конкретно ужасающих вещах, типа порнографии. Что такое порнография? Ну, казалось бы, интимное отношение Бог создал. Что плохого? Плохое, что вся порнография, это же суперстимулы. Потому что такого количества голых женщин в таких всевозможных позах ты нигде в жизни человек не может ни увидеть, ни получить, никогда. А тут ты можешь за час такого насмотреться, что лет 200 назад за всю жизнь не видели. Это, безусловно, суперстимул, который приводит к тому, что сегодня огромное количество людей. Ну, вы знаете, что, наверное, один из самых сильных, самых больших трафиков в интернете, это порнография. Самое популярное, да, когда уже людям, многим мужчинам уже неинтересны. Не то, что вообще жена его не интересует, и вот другие женщины уже не интересуют. А где он столько увидит вот такого? Вот, которые столько всего делают только там. И потому у них уже не реагирует их сексуальность на все другое. Они посажены на этот суперстимул. И этот суперстимул превращает их в рабов. Точно так же, когда речь идет о наркотиках, вот эти так называемые психоактивные вещества, что они делают? Некоторые психоактивные вещества, они так воздействуют на выработку нашего дофамина, а дофамин это вещество, которое является предвкушением удовольствия. Когда вот человек предвкушает что-то хорошее, предвкушает удовольствие, от этого такая радость, радость от этого предвкушения. И бывает у нас, когда ты ждешь день рождения, ты предвкушаешь, что будет праздник, соберутся близкие люди, мы будем веселиться, или Рождество, или вот, Господи, вот это предвкушение, оно вырабатывает дофамин. Так вот, некоторые наркотические вещества, они попадая в нас, они являются такими суперстимулами, они в тысячу раз вырабатывают больше дофамина, чем от всяких обычных, привычных, жизненных, радостных ожиданий. И люди на это подсаживаются, им уже обычная жизнь кажется блеклой, пресной. Это, знаете, все равно, что ты после яркого солнца, ты вдруг зашел в темное помещение. Ведь далеко не все наркотические вещества вызывают физическое привыкание. Прямо скажем, очень мало, что вызывает физическое привыкание. Но привыкание основное, это психологическое. Жизнь обычная не меняется, но после, вот когда у тебя дофамина в тысячу раз больше, обычная жизнь кажется блеклой, пресной и неинтересной. И люди даже не задумываются, что эти вещества вместе с этой выработкой в тысячу раз дофамина, они разрушают тело, разрушают зубы, разрушают организм, разрушают здоровье, разрушают внутренние органы, что потом жизнь вот этих наркоманов, она, уже удовольствия нет, сплошные боли, болячки и лекарства. Но человек под воздействием суперстимула, даже если и думает об этом, он не обращает на это никакого внимания. Поэтому, когда мы говорим об искушениях, дорогие, да что делает тьма? Тьма делает искушение как суперстимул, поэтому это воздействует на нас как ничто иное. Грех часто является в виде суперстимула, поэтому иногда говорят, ну, грех, грех, устаревшее слово, может быть, устаревшее слово, ну, возьми другое, разрушительный суперстимул, говоря современным языком, вот это и есть то, что раньше называли грехом, который приходит в жизнь и такое приносит, что все летит, семья летит, отношения летят, здоровье летит, дружба летит, будущее летит. летит. Редактор субтитров